Для начала Пироговский центр многопрофильное лечебное учреждение, в котором есть стационар на 615 коек, 2 КДЦ, более 30 видов профилей специализированной медицинской помощи, из них 17 по ВМП. В прошлом году у нас было почти 44 тысячи госпитализаций, и треть пациентов прошли через отделение реанимации интенсивной терапии, было проведено более 20 тысяч анестезий, ну представляете, какой поток больных идет через службу анестезиологии реанимации. При всем при этом в МИС не поступала никакой объективной информации о том, что происходит с пациентами во время операции, анестезии, лечения на реанимационной койке, а это именно те периоды лечения, когда вероятность ошибок при принятии решения максимальная. Но об этой ошибке, как правило, знал только тот, кто ее совершил, и, конечно, там докопаться до чего-то было совершенно невозможно. При всем при этом, как и Евгений Анатольевич отмечал, это огромный объем не всегда объективной бумажной документации, которую потом крайне сложно анализировать, и об этом, я думаю, знает каждый анестезиолог-реаниматолог, который работает в разных отделениях по нашей стране. Почему мы выбрали именно ИКО? Во-первых, это первое зарегистрированное в России специализированное решение в области информатизации отделения реанимации интенсивной терапии, имеющая многолетний опыт и более 360 успешно реализованных проектов по всему миру. Был уже на тот момент опыт успешного коммерческого внедрения в Российской Федерации, Астрахань вспоминали уже сегодня. И чего мы ждали от ИКО? Это, во-первых, выявление ошибок, их анализ, определение критических точек, лечебно-диагностического процесса. Это помощь персоналу посредством системы поддержки принятия решений и, конечно, повышение качества лечения, достижение лучшего результата при меньших затратах. Проект крайне дорогостоящий, ну, не крайне дорогостоящий, оговорился, но, тем не менее, это достаточно большие деньги для нашего центра, поэтому мы долго готовились к этому. И, безусловно, решение было одобрено ученым советом Пироговского центра ИКИ-БЫТЬ. Что из себя представляли исходные данные? Ну, у нас четыре отделения на сферологии реанимации. Это 44 реанимационные койки, один операционный накопитель на 6 коек, палата пробуждения на 6 коек, 10 предоперационных, которые имеют в своем составе оборудование, необходимое к интеграции ВИКО, и 25 операционных столов, также хорошо оснащенных, требующих передачи этой информации. Особенности IT-инфраструктуры перед внедрением. У нас достаточно развитая базовая IT-инфраструктура, это и серверы, и сети передачи данных, это реализованная и длительное время использующаяся успешно МИС МС-клиник, и, конечно, наличие команды специалистов, IT-управления, которые, в общем-то, подразумевалось, этим будут заниматься. Была реализована и создана такая двусторонняя команда, которая должна была внедрять ИКО и занимается этим по сей день. Это, в общем-то, со стороны клиники, в первую очередь, это ключевые пользователи, врачи и медсестры, это специалисты информационных технологий, медтехники, служба эксплуатации и ремонта, и, конечно, руководитель проекта. И со стороны Philips не менее значимая команда, это клинический аппликационный специалист, который здесь практически денно и ношно проводит, это технический специалист, интеграционный специалист и, конечно, руководитель проекта. Проект реализации многоэтапный. Перед тем, как мы начали внедрение ИКО, было проведено очень серьезное предпроектное обследование IT-инфраструктуры, той медицинской техники, тех возможностей, что у нас есть. То есть мы определили исходную точку и с марта 2019 года у нас старт проекта, когда началась установка программного обеспечения, клиническая настройка, интеграция, дальше этап запуска обучения и далее опытной эксплуатации и доработок ИКО. Что потребовалось делать? Ну, во-первых, дооснащение точки размещения пациента, будь то операционная или палата реанимации, пробуждение, без разницы, у каждой койки должен быть установлен медицинский концентратор, который будет собирать данные с медицинского прикроватного оборудования и транслировать их дальше уже в систему ИКО. И, естественно, прикроватное рабочее место ИКО. Вот так выглядит интеграция оборудования. То есть вся информация из прикроватного оборудования транслируется либо через концентратор медицинский, либо через внутреннюю сеть, через лановские разъемы непосредственно на рабочую станцию. Рабочая станция передает всю информацию в центральную станцию, и уже центральная станция транслирует эту информацию на рабочее место ИКО, где с этим может работать врач или медицинская сестра. В результате реализации проекта подключено 88 мест размещения пациентов, проводится сбор данных с более чем 200 единиц медицинского прикроватного оборудования. Из них вы видите 21 наркозный аппарат из 50 возможных, 41 аппарат ИВЛ, 56 инфузионных станций. Именно станции, действительно, отдельно стоящие перфузоры, не подлежат интеграции. И 88 мониторов пациента. Производители здесь указаны. Это не только Филипс, но и другие, которые были доступны интеграции. Что хотелось бы прокомментировать. Во-первых, не существует единого протокола передачи данных от медоборудования к системе ИКО на сегодняшний день. Второй момент. Оборудование должно быть не старше 2011 года, и не тратьте время на обследование этого старого оборудования. Оно, как правило, не передает информацию в систему. Оборудование должно иметь последовательный порт передачи данных и открытый сервисный режим с кодами и паролями от производителя. То есть производитель медицинского оборудования должен быть готов открыть этот информационный канал для передачи данных в ИКО. Когда вы будете планировать закупки оборудования, пожалуйста, это учитывайте. И, конечно, возможность подключения оборудования по принципу plug-and-play. Оборудование перемещается между операционными, между реанимационными койками. Поэтому на всех медицинских концентраторах, куда потенциально может приехать какое-либо оборудование, должны быть установлены драйверы к этому оборудованию, чтобы просто воткнул разъем, и оборудование начало работать и передавать данные. Что было сделано в отношении настройки клинической конфигурации ИКО? Создано 75 форм документов, которые специфичны именно для нашего лечебного учреждения, которые приняты здесь к обращению. Плюс к этим формам медицинских документов, к медицинским картам анестезии и, соответственно, картам назначений было создано 49 шаблонов назначений в картах анестезии. Теперь сестра анестезистка может нажать на определенный шаблон, допустим, ортопедическая операция, и формируется этот шаблон уже с перечнем назначения, и не надо забивать каждое. Такая же ситуация и с реанимационными картами. 23 шаблона созданы. На сегодняшний день реализован автоматический расчет четырех шкал тяжести пациента и формирование двух отчетов. Была проведена колоссальная работа по интеграции МИС и ИКО. На сегодняшний день из МИС в ИКО поступают данные о движении пациентов, демографические данные, основная медицинская информация, включающая анамнез, диагнозы, операции, лабораторные данные, дневники наблюдения и эпикризы лечащего отделения, то, что сформировано в отделении до перевода в отделение реанимации. Из ИКО в МИС, напротив, передаются дневники наблюдения и совместные осмотры в отделении реанимации, то, что пишут реаниматологи и анестезиологи, и протоколы карт наблюдения, реанимационных карт, карт анестезии. Из центральной станции Enterprises в ИКО передаются параметры пациента до и после тревоги, то есть это участки записи кривых, для того, чтобы можно было посмотреть, подвергнуть их анализу, и хранить она их достаточно долго. В итоге у нас получилась замкнутая система обмена данными, когда ни один документ, который формируется в отделении реанимации или в операционной при перемещении пациента из предоперационной в операционную, из операционной палаты пробуждения, отделение реанимации не теряется. То есть мы видим вот эту единую цепь движения документов, которые при всем при этом передаются теперь и в МИС, и сотрудники других отделений также могут их видеть. Далее мы перешли к опытной эксплуатации. Собственно говоря, на каждое отделение мы выделяли две недели. В эти две недели мы параллельно ввели бумажные и электронные формы. Одну неделю проходило обучение всего персонала отделения в классе, и далее еще одну неделю на рабочем месте, уже непосредственно в работе ИКО. Обучено всего почти 60 врачей, то есть фактически весь медицинский персонал и административный персонал, включая главного врача и других заинтересованных сотрудников. Итоги первого года работы ВИКО. Количество подключенных мест у нас 88, интегрировано более 200 единиц оборудования, количество рабочих мест пользователей более 100, то есть понятно, что это больше, чем точек размещения пациентов. На сегодняшний день две трети врачей и медсестер отмечают значительное сокращение времени работы с меддокументацией в отделениях реанимации. Две трети медсестер и треть врачей отмечают сокращение ошибок, связанных с назначением лекарственных препаратов. И более 90% персонала АРИП не хотят возвращаться к бумажным форумам. Я ангажирую доклад, завтра у нас будет Денис Витальевич Кольцюбинский выступать, он более подробно вот эти данные опроса медицинского персонала покажет. Какие проблемы и сложности? Это вот данные чата АИКО АРИП, которые мы, собственно говоря, каждый день используем. Мы столкнулись с чем? Это потеря данных от медицинского оборудования. Периодически это случается, это оперативно устраняется, но тем не менее иногда это происходит. Это не критично, но это неприятно. Потеря данных о пациенте при переводе между отделениями. На сегодняшний день почти мы эту проблему устранили. Но на самом деле, когда переводили из одного отделения реанимации в другое, порой путем неправильных действий медицинской сестры происходила утрата всех данных определенного предыдущего этапа, их приходилось восстанавливать. Без возвратной потери данных у нас не было ни разу. Все удавалось восстановить. Некорректный расчет объема вводимой жидкости, некорректная передача данных, документы и отчеты. Это тоже неприятно, но, собственно говоря, корректируемое. Проблема с выводом на печать документов. Проблема на сегодняшний день устранена, но было очень неудобно одно время работать персоналу реанимации. Внешняя экспертиза – отдельный вопрос. Теперь вся информация, все изменения, которые вносились в карту анестезии или в реанимационную карту, они видны. Поэтому имейте это в виду, и это действительно требует определенного анализа и подходов. Падение системы максимум на сутки у нас было единожды за этот год эксплуатации. Поэтому, как и любой другой информационной системе, системе ИКО нужна круглосуточная техническая поддержка, и не отпускайтесь от себя специалистов Philips. Потому что, если собственная IT-команда не справляется, их приходится подключать, можно и дистанционно, но, тем не менее, они должны быть рядом. Перспективы развития – это внедрение клинических протоколов, развитие системы поддержки принятия решений, реализация обмена данными в части лекарственных препаратов, развитие аналитической отчетности. Все это у нас в будущем, мы надеемся, в скором. И вот это еженедельное рабочее совещание, которое мы проводим у меня в кабинете со специалистами Philips, с нашими IT-шниками и со всеми заведующими отделениями реанимации. Безусловно, это очень важный момент, где мы отрабатываем какие-то нюансы и то, что удалось сделать за текущую неделю. Уважаемые коллеги, мы перебрали, к сожалению, наше время и время...